МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем-всем привет! Привет! Всех поздравляю с Паской! Девочки, вот такая у нас погода. Время полшестого. Атмосферы только-только пришли. Только поднялись в сопку. Поднялись. Я думаю, сейчас минут пять посижу во дворе. И зайду уже тогда домой. Девчата, еле-еле поднялась в гору. Иду, пыхчу. Я подстриглась. Пришли с Верой на луговую. В другую брикмахерскую там ходила. Китайки. Говорю, стриги меня, вот так прямо оставь. Говорю, чуть-чуть. Видите, что сзади. Потому что не могу. Волос меня раздражает. Начинается вот это вот. Дни бывают жаркие, да? Из головы под ручьем. И мне нехорошо становится. Поэтому обстриглась. Оно через неделю все обрастет уже. Вся моя краска, покраска состриглась. Теперь надо чуть-чуть попозже будет покраситься. Видите, три пакета перли. Вера два. Я один. А, вон Маркиз вышел. Маркизик. Маркиз был на улице. Мы идем вот там. Он нас бежит, встречает. А Муська с детьми была дома. Сейчас немножко остыну. Шли практически без отдыха вверх. Видите, я что-то разовелась. Ну, пошли. Купили Пасхи. Яйца, говорю, завтра отварю. Сегодня даже не буду. Я так устала. У меня какая-то вот усталость. Прет и все. Вчера вечером сидела, знаете, монтировала пока влог. У меня прям вот зевота напала. Спать хочу и все. А время 7 вечера было. Думаю, ну куда спать ни туда, ни сюда. На YouTube залила влог. А на Яндекс.Дзен, девчата, хотела залить. И он у меня заливался, заливался. Мы сегодня уходили уже в третьем часу дня. Так еще видео и не залилось. Я не знаю. Вот нет желания. Оно, видать, не судьба мне там быть. Даже видео не загружалось. Сейчас вот наверх поднимусь, когда посмотрю, загрузилось оно или нет. Но это не дело. Сутки загружается видео. Это тоже что-то не норма. Там девчата писали, да, вчера аватарки пропадали. Я ставила аватарку. Поставлю, она тут же пропадает. Поставлю, она тут же пропадает. И сам вот этот, ну как бы, где вот картинка на главном канал, на главной страничке была, она тоже пропала. Веря говорю, Веря, почему? А сегодня утром захожу, там я в белом кардигане уже есть, аватарка стоит. Она говорит, да это мама что-то включил сам, наверное, на YouTube, скорее всего. Как он работает, так он и работает. Никто его не закроет, девочки. Я, по крайней мере, я, у меня какая-то уверенность есть, что его не закроют. Как его закрыть? В России если? Ну, навряд ли. Навряд ли его закроют. Пошли, подстриглись. Говорю, сколько стоит стрижка? 250 рублей. Ну, не подорожало. Я подстриглась. Только села, парень пришел. Она говорит, парень первый по записи. Я говорю, ну мы посидим здесь. Посидели, она его подстригла, потом меня. Зашли в фикс прайс. Там кое-что купили. Пошли в оки-доки. Говорю, пойдем, Вера, поедим. Я съела пиццу. Брали наггетсы и большую кружечку чая я выпила. Вера три куска пиццы съела. Я говорю, в тебя влезет? Она говорит, влезет. Я говорю, маленькая, а кушать столько. Ну, съела. Она съела салат. Три куска пиццы. Еще пошла... Ой, говорит, забыла пить купить. Я говорю, ну иди купи. Пошла колу купила. Ну, и зашли. Пасху взяли. И взяли, девчат, этой. Навашки для кошек. Что-то варить. А они уже консервы им надоели. Надо поменять, значит, пищу. Ну, сварю с навагой. С рыбой они поедят. Сырую давать. Вот ветер пошел. А мы уже поднимались. Был ветер. Ну, ходила, девочки. Вот в этом я ходила. В кофте своей. Это горчичка. С кавказской двоечки. Ой, давно я ее не одевала. Ну, с прошлого года. Вот такая кофтюля. Я ее обожаю. Просто обожаю. Она с кармашками. И там стояла возле киоска. Женщина наша вышла. С этой колбасой продает. Говорит, какая кофта на вас красивая. А я говорю, да? Ну, очень приятно. Это, говорю, я вязала уже давно. Ну, я и зашла там, посмотрела. Говорю, Вера, пойдем глянем пряжу кавказскую. Пошли. Мало. Там уже дело к вечеру было. Мало было у нее на табуретке. Так, выложено. Ну, была в основном тройка. Двойки не было. Я спросила девушку. Говорю, почем вы продаете пасмочку? Она говорит, 250 рублей. Вот там, девочки, в пасмах 250 грамм. А то и меньше бывает. 230 бывает. Потому что это тройка, батюшки, разряжается телефон. Сейчас пойду этот павербанк воткну. Ну, это получается, если 4 пасмы, 4 пасмы в килограмме, да? Грубо беру по 230 грамм. Вот и посчитайте, это 1000 за килограмм. Это очень дорого. Я вчера с Асечкой разговаривала. Она говорит, у нас 350 рублей килограмм. Вот, кавказская пряжа. Это прям вот красивенная цена. Там не муську мою ругают. Кошки дерутся. А нет, там белый кот бегает. Маркиз вот сидит. Ладно, девочки, а то что-то ветерок пошел сильно холодный. Пойдемте в кухню. Сейчас покажу вам, что же там мы прикупили. Девчат, зашла на кухню. И думаю, надо же пакеты разложить. И Вера, она собралась гулять. И еще силы хватает гулять, бегать. А у меня уже ни на что не хватает. Ну, что, ты пошла? А где вы будете-то? Тут? Ну, поздоровайся. Всем скажи привет. А то скажешь, что ты вся скованная. Вот с таким мечом сейчас... Иди. Видишь, у нас сеняка зная. Ну, ну, ну. Давай. Кто выиграет-то? Ты или они? Вера. Будешь просто так. Ну, да. Так надо через какую-то эту кидать ее. А у нас здесь где-то. Так будет волейтбол просто, да? Да. Ну, правильно. Ну, дверь прикрой, кошек пока не запускаю, ладно? Ага. Пускай побудут. И я сейчас покажу наши покупки. Ой, девочки. Устала я. Прям вот устала. Сейчас. Вера, ты не затемна, ладно? Ага. Так будет темнеть, бежи. Потому что вот боюсь. На куши ходят. Ходят пособки. Поэтому, как говорится, береженого Бог бережет. Это точно. Сейчас девчата вытащу все. Пасочки купили. Я так пасочки купили. А потом сяду и вам... Я пошла. Давай, дверь прикрывай. Какие-то коты дрались. Я думаю, муську мою там не трогают. Пошла девчонка играться. Ну, это вот пока Валерка выходная. Она работает на два года. Ее Саш вот ниже дом. Брат, сестра. Ну, Валерка уже, девочка, один класс закончил в прошлый год она. И пошла работать. Все хотела подступать на этого она. Животных любит. Думала пойти на ветеринара. Что-то не прошла. Ну, а сейчас отменили, девчата, эти. Все, короче, только платно. Так, здесь у меня навага. Я купила четыре наваги. Она говорит, твои шесть штук заберите. Я говорю, нет. Я возьму четыре. Сейчас пока в холодильник сону, девочки, сниму кошку. Потому что тут жарко. Я немножечко остыла. А потом поставлю варить. Варить, варить этим кошкам. А чтобы сварить, мне надо будет... Ну, одну навагу я сварю и туда накидаю что-нибудь. Потому что вот этот килька-килька, и им уже надоело. Вот, девчата, мой кардиган. Кавказская двойка. Когда я его вязала, в каком году, я уже, ну, вот не скажу. Ну, вот рукава, видите. Цвет такой просто... Вот это вот настоящий вот цвет горчички. Просто вот то, что... У меня маленький моточек остался. Если бы вот попался мне вот такой вот цвет еще, да, я бы обязательно, вот обязательно бы купила. Ношу. Девочки, он немножечко подрастянулся. Ну, я стирала всегда в машине. Вот. Я хочу сказать, что катышей, вот насчет катышей. Вот сейчас вот не буду ничего отбирать. Я вам просто покажу. Вот шов. Ну, вот, видите, немножко... Вот. Вот немножечко, немножечко, как бы вот он. Вот, вот, вот. Есть, как бы, пушок. Но таких, чтобы вот прям вот закатанный он был, нету. Вот, смотрите. Вот резинка. Вот. Вот место, где попа. Я же сижу в автобусах, вот сижу. А ему уже, ну, я не знаю, года четыре, наверное, это капни больше. Капни больше. Столько не носят. Столько носит только я. Больше, наверное, никто по столько вещей, по столько лет не носит. Девочки, опять же, опять же, взяла подсолнечное масло, рафинированное, дезодорированное. Рика, было масло. У нас масло есть дома. Я говорю, Вера, давай возьмем все же литр. Ну, масло, такой продукт, что он уходит все время. И думаю... Сейчас я сразу в коридор вытчу. Масло-то оно никогда в карман, как говорится, не трет, да? И оно всегда нужное. Думаю, надо взять. Надо взять, по-моему, девчата, по сто тридцать два ли рубля. Сады Придонья. Она яблоко, виноград брала. Вот этот вот сок вообще отличный. Это у нас в детских садах дают. Наташа вот там живут недалеко. Они все время ходят туда. Вот соки она берет. Сами пьют и девчонка пьет. Вера купила лейс, сметанный лук, рифленая. Ну, сейчас я сяду. А, ну, давайте Паску вам еще покажу. Паску взяли на воде из источника, из святого источника. Написано, кулич пасхальный, 22 числа, приготовлен 220 грамм. Вот такая пасочка стоила 140 рублей. Много не брали, потому что купим свежий. И вот такие вот две взяли. Эти по 60 рублей. Мы заходили в Оки-Доки, девочки, там кушали. Там были пасочки. Ну, наверное, чуть может быть. А может быть даже такая по размеру. Не буду. Я же ее не взвешивала. У них стоила, по-моему, 90 рублей. Вера говорит, мама, он Паска. Я говорю, да купим в магазине, там будет дешевле. Так, сейчас я опущу камеру, а сама присяду, потому что спина болит. Приходишь домой и говоришь, как хорошо дома. Девочки, нету слов. Как я люблю свой дом. Ну, придешь в такую гору, да? Так вот поставлю, чтобы не бликовал это. Придешь в горку, устанешь. Потом придешь, сядешь. Ручки помоешь. Чайку нальешь сейчас. Чайку попьешь. И такое блаженство. И всегда мы говорим с Верой, как хорошо же дома. Что она опять взяла? Опять же лапшу. Вот такую. Четыре штуки взяла. Говядина, соус, гуляш. Не знаю, что тут за говядина. Она любит. Ну, что сделать, девчаток? Вот иногда ругаюсь, но все равно, девчонки. А я могу, знаете, когда вот сильно устанешь и говорю, господи, я не пойду на эту кухню, не могу, сил нет. Глаза уже не глядят на нее. Вот тогда, или плохо себя чувствуешь, тогда вот можно, конечно, пойти и просто запарить этой лапши и перекусить. Лишь бы что-то жидкое, горячее было. В фикс-прайсе порошков не было. Были вот эти, ну, в этих, в кругле шахта. И были жидкое, жидкое средство для стирки. Взяли ватные диски и взяли, ну, это Вера все время использует, и ватные палочки. Аж 500 штук. Вот. Это она говорит, мама, надо, закончились. Я говорю, ну, бери. Потом взяли там салфетки. Ага. В два слоя 230 бумажных салфетков. Обычно я, вот знаете, я тряпочные люблю салфетки. Но иногда берешь селедку ешь, что-нибудь такое, да, косточки положить, на салфетку и выкинул. Ну, взяла. Говорю, давай возьмем. Понесем? Понесем. Ну, раз понесем, говорю, то давай возьмем. Сейчас я отстрою. То мне дочь привозила, Наташа, большую такую вот упаковку, прям большущую. И еще он у меня там лежит, гора. А, ну да, неплохо. Здесь она упакована. Вот такие, девчата. Ага, плотные такие салфеточки. Усы вытереть, когда кушаешь. Ну, пользуются. Дети пользуются. Вера пользуется. А я, конечно, я люблю больше тряпочные салфетки. Вот честно. Я, знаете, у меня привычка, наверное, с детства. Вот садишься кушать, и чтобы полотенце на коленках обязательно лежало. Вот хоть как. Мне уже дети говорят, мам, что ты, малыш, я говорю, ну, вот это уже привычка, чтобы оно лежало. Взяли бульон. Взяли бульон куриный и бульон говяжий. Вместо соли иногда ложу. Я купила куриный в этих кубиках упаковку. А это, вот знаете, я с приправой смешиваю. У меня приправы очень много, разные-разные-разные. Я беру потом в какую-нибудь такую баночку под крышкой, все это на бурдамашу там, поперемешиваю и ложим. У меня Кристина стала любить приправу. Она вот что-то ест, пойдет, возьмет, вот это вот с мельницей, крутит, крутит там. Я себе взяла, девчата, вот эти зернышки погрызти. Я люблю семечки. Мы выросли на них. Ядра подсолнечника, жареная, Вера чуть не захотела. Ну, у нее жареные. Еще дома тут с морской солью, солененький. То есть, буду сидеть и буду потихоньку грызть. Так, что купили? Питательный шампунь с авокадо. Питание, восстановление без СЛС. Что это такое, не знаю. Так, сейчас я вам прочитаю. Экстракт авокадо. Россия, девочки, Московская область. Так, сейчас я вам скажу. Срок годности 24 месяца. Вот. Ой, пахнет так вкусно. Все, Россия начинает заводить. Ну, я смотрела в интернете, что Россия и шампуни, и порошки свое производство идет, и прокладки. Так что нам санкции пофиг. Мы не умрем. У нас русских полно. У меня шампуни вот эти большие еще, наши тоже отечественные. И взяли пальмолив натурель, восстановление, шампунь, масло, органы для поврежденных волос. Это все я для Веры беру. Она меняет. Я говорю, Вера, ты маски делаешь? У Наташи после ковида у нее вообще конская грива. Волос такой жесткий, густючий. Не каждый парикмахер справляется с ее прической. Пахнет вкусно. И вот она говорит, мама, у меня после этого ковида волос прям лезет, лезет, лезет. И она, я говорю, делай эти маски. Со мной лежала женщина, она делала маски. Знаете, прям вот ковид по палате, с нее отсыпется везде волосня, везде. Ну, Наташа говорит, мама, я два раза в неделю делала, вроде бы как волос так уже не стал лезть. Я говорю, делай, делай, потому что вот Вера моя, она ленится. Я говорю, ты идешь в душ? Взяла, намазала. Пока тело моешь, маска на голове побыла. Потом с ней это, ополоснул ее. Я ей накупила разных всяких. Ну, вот она когда делает, когда не делает. Я говорю, хотя бы два раза в неделю, но делай. Потом, что мы там еще купили? Ну, конечно, набрала печенье какао с начинкой. Вот такое она взяла. Четыре штучки. Наташа берет все время вот такие. Вот, Кристини. Они вкусные, девчата. Вот на картинке вот такое. Но вот она это раз привозила. Девчонки кушали. И она взяла вот шоколад сто процентов. Так, зебра. Пишут вафли зебра с мягкой карамелью, ракисом, изюмом, глазеронным молочным шоколадом. Но без сладкого никуда. Это Вера. Кот мой там и рвет окно засранец. Что взяли, девочки? Тетради. Тетради, гляжу, лежат. Я говорю, Вера, возьмите тетради. У нас есть, я говорю, у нас есть, но тебе впереди еще два года учиться. Этот год и еще два года. И тетрадки потихонечку подкупаем. Тетради подорожали немножко. Цену я вам скажу. Вот она что тут. Она взяла чуть-чуть? Я уже в кассу стояла. Говорю, иди, возьми еще тетради. Пока мы с тобой вдвоем. Сумки не очень тяжелые. Мы с тобой унесем. Бери. Я вообще люблю, девчат, чтобы был запас всегда. Во всем. Вот тетради. Вот она была у меня маленькая, да? Я покупала в течение года. Тетрадки, помню. Краски там, карандаши. Карандаши у нас миллион дома. Разных ей и полумягких, и мягких, и жестких. Девчата, я купила себе вот такую корзинку. Для чего купила? У меня две корзиночки, я вам показывала. Они побольше. Возле швейной, ой, швейной. Вязальной машины, да? Но они длинноватые. Вот одну я там оставлю под моточки с пряжей. А вот эта вот корзинка, она очень классная. Она компактная. Даже можно меньше было купить. Она одна почему-то была. А я бы две взяла. Сюда ложить там у меня вот эти все петли уловитель. Значит, вот эти декеры. Вот под них. Это нужно. Это нужная вещь. Но она была одна. Были коробки там разные. Но коробки мне не нужны. И была такая еще розовенькая, бирюзовая, ажурная. Она вот такая по высоте. Как бы такая корзиночка. Надо было купить. Но я что-то, знаете как, нести все это за раз. Не взяла. Но в другой раз возьму под крючок. Когда вяжешь, она, говорю, вот такой вот высоты. Даже шаль вязать уже можно проект туда с крючочком ложить. Вот таких тетрадочек взяла. Сейчас сколько она взяла, посчитаю. Так, три, шесть, семь штук. На сорок восемь листов. Видите, прям хорошая. Вот клетка с полями. Все как положено. И прям светлое. Вот они некрасивые. Эти обложки. Вот это с кошкой. Вот мордашки собачек. Я говорю, тебе что, на красоту-то? Вот такая. Вот такая вот красивая. Она была одна, наверное, с кошечкой. Потом вот такая. Вот такая. И вот с инопланетянином. Это на сорок восемь листов. И она взяла на девяносто шесть. Но вот эти вот не нравятся мне. Три тетрадки взяла. Вот такую. Вот такую со сладким. Да тут что-то картинка какая-то. Тетка с сиськами. Тетка с сиськами. То ли русалка, то ли... Ну, русалка, девчата. Ой, ну не могу. Ну вот купили. И три таких на девяносто шесть рублей. Я даже не знаю, сколько они стоят. Я сейчас вам зачитаю. Ну, в общем, в тетради я ей говорю, Вера, ты же видишь, что мама всегда покупает с запасом тебе. Что у тебя кончилась тетрадь, ты не бежишь. Дождь или снег, ты не бежишь в магазин, тебе бежать не надо. У тебя залезла в шкафчик, достала и занимаешься. И девочки купили две мышки. Мышь компьютерная по сто рублей. Срок службы год. Так. Беспроводная мышь. Город Химки, Московская область. Производитель... Ну, Китай. Конечно же, Китай. Я... Сто рублей, девчата, сто рублей. Когда покупали ноутбук новый, нам он там предложил мышку беспроводную за тысячу рублей. Я говорю, сколько она стоит? Тысяча. Я говорю, не нужна мне такая мышка. У меня есть проводная. Но я там покупала еще одну проводную. У меня большая. Я потом как-то купила. Но неудобно. А без мышки я не могу, девчата. Мне... Вера работает без мышки. Она тут печатает. Тут у нее наушник музыку слушает. Глаза другое читают. Язык разговаривает по телефону. Пять дел одновременно. Я так не делаю. У меня, если я вижу, что-то там перещелкнуть, я обязательно беру мышку. Но без мышки никуда. Я себе вот такую взяла. Видите, симпатичную. Она говорит, ну возьми и мне. А я говорю, серенькую или черненькую? Ну серенькую. Мама, если она мне не нужна, тебе будет вторая запасная. Я говорю, ну вот, здрасте. Ну ладно. За сто рублей, говорю, давай возьмем. Ой, сейчас по чеку пройдемся, девчата. Что, сколько стоит, даже не знаю. Это мы в Окидоки ходили. Пиццу Вера взяла. Ветчина, цукини. 89 рублей один кусок стоит. Ветчина, цукини с горчичным соусом. Я такую не люблю. Потом она взяла ветчинное с грибами и с белым соусом. Я брала классику, и она классику. Наггетсы, девчата, наггетсы 6 штук, уже 108 рублей. Потом, значит, сыр, вот этот сырный соус, вернее, 25 рублей стоит. И мексиканскую. Вот она 4 куска съела. Ветчина, ветчина, ветчина с грибами, мексиканская классика. Я говорю, ветка, это ты целую пиццу съела. Она говорит, ты еще хочу. Я говорю, да ты что? Я говорю, в тебя как в прорву. Ну, смеюсь, девчата, но вот посмотрите, ну, столько много. Я говорю, ты потом заворот там не случится. А я чай. Чай мой стоит 60 рублей. А, и салат она греческий, 105 рублей. Она говорит, я другой салат заказывала. Я говорю, ну, тебе посчитали почему-то греческий. Ну, ешь. В общем, мы поели с ней на 743 рубля. Это нормально. Что же у нас здесь? Лапша вот эта 37,50. А в этих, в стаканчиках, девчата, значит, пюре, картошка уже стоит 50 с чем-то. Подорожало. А тоже стоило 30 с чем-то. Ну, картошка дорогая, и она и там подорожала. Чипсы 105 рублей. Ого. Роллтон бульон. Вот этот вот по 37,50. Ватные палочки 85. Диски 75. Семечки мои зернышки 28,30. Салфетки 105. Печенье по 25 рублей, девчата. Там и 4 штуки, вот она на 100 рублей взяла. Вафли, зебра. 26,20. Корзинка универсальная. 155 рублей. Разобрали, она одна осталась. Мышь беспроводная. Ага, 100 рублей. Ценник, кстати, был на 100 рублей. А она стоит, мышка, 265 рублей. 530 за 2. Вот. А по-моему, мы смотрели 100 рублей. Я говорю, ну, 100 рублей возьми. Не туда посмотрели. Не на тот ценник. Ну, ладно. Она вот эта вот штучка вставляется в компьютер. Подзаряжается. Я так понимаю. Сейчас посмотрим изделие. Не погружайте в воду, избегайте падение. Ну, это, конечно. Подключите УСВ-приемник к порту компьютера или ноутбука. Подождите, пока загорится красный индикатор на нижней части компьютерной мыши. Установка замена батарейки. Откройте отсек для батареек. Ставьте батарейку. А, тут еще и батарейка. Вот так. Обрадовались. Давайте откроем и посмотрим сейчас. А у меня там батарейки купленные разные. Может быть, подойдет какая-то. В общем, мышка 265 рублей. Вот. Видите, знала бы, я бы одну взяла. Но взяли две. Ей и мне. Шампунь для волос 85. И второй тоже 85. Сок сады придонья 85 рублей. Масло Рико. Масло хорошее. Я его брала и не один раз. 132 рубля. Вот тетради, девочки. Тетради из 48 листов 42 рубля. А мы в прошлый раз брали. Они были или 27 рублей, или 25. Я вот хорошо помню, что 30 рублей они не стоили. Видите, стали 45 рублей. И тетрадка 80 листов. Она разные, что ли, взяла? 80 есть тут листов у нее тетради. 5 штук. 48, 5. 2 на 80 листов по 75. И 96, 3 листа. Ой, 3 тетрадки. Тоже по 75 рублей. Вот, вот. 48 листов. Видите, уже 42. 50. Вот тетради еще потянули. Думаю, что купили? 2 600 отдали. За что отдали? А у меня тетрадки 264, 212, 150. Масло 264. Ну, короче, 2 600 отдали. Вот. Деньги летят, как вода. Вот как вода. Сейчас я вскрою, девочки. Посмотрим, что там. Что там за эта штуковина. Что же там? Что же там? Что же там? Ой, я ее рву. Просто рву. Вчера пришла пока вечер уже наверх. Хотела снять видеоопряж. Девчата сил не было. Видео загружалось очень долго. Я говорю, не знаю, на Яндекс Дзен загрузилось оно или нет. Ой, мышка такая аккуратненькая. Видите, прям вот в мою руку. Да. А вот он отсек. Вот отсек. Сейчас посмотрим. А-а-а. А-а-а. Вот такая вот батарейка. Ну, такая батарейка у меня где-то есть. Да. Сейчас испытаем, пойдем. Сейчас я чай вперед попью. И уберу здесь все. Ну, короче. Дело к ночи. И вчера, говорю, вот с этим вот пока заливалось, я так и не сняла для вас видео. А видео... Два видео будет о пряже. Пряжа рассказовская, девочки, я еще не показала вам. И пряжа детская новинка. Ну, там по новинке. Ее все знаете прекрасно. Все ее знают. Там, что о ней рассказывать. Номера озвучить. Цвета и номера. Там, конечно, цвета обалденные. Настолько красивые. Просто обалдеть. Срок службы, один год. Так. Угу. Что тут еще? Батарейка, значит. А без батарейки что, она не работает? Китай. Китай, Китай. Муж компьютерная. Я говорю, Вера, как меня подстригла? Она говорит, маты лысая стала. Я говорю, нормально. Хорошо. А вот так сзади, девчата, видите? Вообще. Я пока там сидела, она меня отстригла. Говорю, боже, как хорошо. Как легко. Как легко голове. Это вот прям. Меня волос, чуть он отрастает. Он меня раздражает, девчата. Ну что, я сейчас, мои дорогие, все уберу. Пойду переодеваться. Я вчера закончила шаль к лазиену. Прошила вот так все, вот этот, швы. Прошила рукава по туловищу вот здесь. Поверху. У меня же был белый шов. Я все темной нитью свитер. И уже распустила до половины воротничок я сделала. Сегодня я его довижу в воротничок. На ночь я его замочу. Девочки, паска нельзя стирать. Но я его замочу. И стирать не буду. А просто его замочу в шампуне. В шампуне замочу. И пусть он у меня полежит ночь. Полежит он ночь. А завтра, мне Бог простит, Я его состерну. Состерну в машине. Посмотрю. Или на 30 градусов кину, или на 40. Я думаю, если я на 40 брошу, он немножечко как бы... Ну, может и подсесть. Не знаю. На 30, наверное, бросим. А то на 40 еще многовато будет. И уже тогда высохнет он у меня все, да. Я там, потому что низ прямой делала. Я думаю, после ВТО я посмотрю, что мне по низу. Стоит там немножечко пройти крючком, как бы края вот эти закрепить, чтобы они не давали ни растяжения, ни сужения, ничего было. Да, вот так вот. Но вообще он комфортный, комфортный. И тогда уже я сниму, покажу один бактус я с гладкошерстной ангоры связала. Расскажу все параметры там, как вязала. Вот эту клазиену. Название смешное, конечно. Кто ее так назвал? Откуда это слово клазиена? Даже не знаю. Сама шаль красивая, но название смешное. И покажу тогда свитер. Это сделаем и шапку вот эту. Это сделаю видео, готовые как бы работы, да? Да. Вот девочки села и вставать не хочется. Вот походишь в город, сходишь, придешь никакой после города, просто никакой. Уставший. Эрвера, я сегодня готовить ничего не буду. Суп есть, пирожки есть, каша там еще гречневая есть. Единственное, это я... А, ну кошка мне на ужин есть там вареная, я докармливаю их. Единственное, сейчас навашку вытащу в кастрюльку, брошу и сварю кошкам своим. Вот. Поэтому, девочки, что у меня тухнет? Тухнет телефон. Вроде бы я его подзаряжаю. Заряжайся. В чем дело? Павербанка. Вера воткнула мне. Правильно воткнула. И пойду тогда монтировать вот это видео. Завтра я никуда не пойду. Завтра будет воскресенье, да? Завтра буду дома. Стирать нельзя. Паска. Большой-большой праздник. Стирать я, конечно, не буду. Потерплю до понедельника. Вот. Но вязать я буду. Я знаю, что спросят. Вы, Таня, вяжете, не вяжете? В такие божественные праздники. Вяжу, девочки. Вяжу каждый божий день. Без вязания не могу. Но лучше я буду вязать и сидеть добрая, чем я буду сидеть без вязания нервная и злая. Вот. Это точно. Когда у меня не получается день даже повязать, у меня появляется нервозность, девчата. Это точно. Поэтому... Ну, ну, зачем? Не хватает просто. Вы знаете, вот что-то не хватает. Прям вот нехватка. Это настолько... Настолько затянут человек в это вязание. Настолько погружаешься туда и мыслями, и душой, и телом. Ты просто наслаждаешься вот этими вот минутами, когда вяжешь, да, и отдыхаешь. Я вот за вязанием... Я могу быть сильно-сильно уставшая, но если я сажусь за вязание и вяжу, я именно за вязанием отдыхаю, девочки. Вот просто отдыхаю. Мне очень хорошо. Ладно. Будем убирать со стола. Что в тумбочку, что в стол. Тетрадки туда. Да, надо было сразу Вере отдать, но Вера-то уже убежала. Попью чайку, пойду монтировать видео. Мои дорогие, всех вас с этим... С большим нашим светлым праздником Пасхи. Всем здоровья, достатка. Мира нам и в душе, и вокруг нас, и мирного неба над головой. Всем, девчата. Берегите себя, берегите свою семью. Это самое-самое, что у нас есть, главное в этой жизни. Ну и вяжите, мои хорошие, вяжите, не бойтесь. Бог не сделает нам ничего плохого, если мы работаем и мы делаем хорошие вещи. Работа не грех. Грех делать зло, пакости какие-то людям. Вот это грех. А то, что кто-то пойдет на огород, будет сажать или готовить, стоять или шить, или вязать, это работа. И если она вам, тем более, еще приносит удовлетворение, вяжите, девочки. Не надо бояться. Это не грешно. Поэтому я с вами со всеми попрощаюсь, ненадолго буквально. Всем скажу пока-пока. До новых встреч. С вами была ваша Татьяна. Пишите. Спрашивайте, кому что интересно. Сравнивайте ваши цены с нашими. Рыба. Я сегодня забегала в рыбу, но не стала там снимать, потому что Вера не переносит запах вот этого рыбного. Она стояла на улице, меня ждала. Я в павильон заходила. В следующий раз я пойду за речной рыбой, куплю речную рыбу, свежую. И красноперка была. Можно взять красноперку, сделать котлеты. И какого-нибудь купим с вами сазана, да. Полазаю по интернету, что можно сделать. Выберу какое-нибудь блюдо и будем готовить, девчата. И тогда уже я сниму вам, покажу, какая у нас свежая рыба и какие цены. Цены на рыбу. Ну так, нормальные. Головы там были, навага, камбала была, горбуша. Речной было много рыбы. Но это мы уже подошли к шапшному разбору, как говорится. Уже было время. Пятый час доходил. А если идти с утра или там часам к двенадцати, рыбы полно. Покупай, не хочу. Ладно, а то я так с вами не распрощаюсь. Всех обнимаю, целую. Еще раз хочу сказать с праздником. И до новых-новых встреч. Пока-пока.